Я являюсь экспертом проектного центра «Инфометр». Мы занимаемся аудитом сайтов органов государственной власти. Занимаемся этим уже давно, когда появилось законодательство в этой области. Уже почти 10 лет существуют законы, постановления, распоряжения про то, каким образом должны выглядеть сайты органов власти, что они должны давать населению, какую информацию мы из них получим. Эта информация важна не только для нас с вами при решении наших обычных повседневных проблем, но и очень полезна для журналистских расследований, для научных наслед... исследований, простите. Например, тот же самый ФБК использовал открытые источники власти, в том числе и государственные сайты. Мы в прошлом году смогли провести проверку больше 4 тысяч сайтов органов власти. Мы проверяем как федеральные министерства, так и региональные администрации правительства, и законодательную власть, и суды. Какая, например, эта информация? Вы, наверное, бывали на сайтах органов власти, может быть, кто-то из вас? Нет? Ни разу? Бывали. Так вот, вся информация, она регламентирована законами и постановлениями. Что мы делаем? Мы берем правовой акт, переводим его в человеческий язык, создаем перечень параметров, там, 100 параметров, 200 параметров, проводим оценку, насколько соответствует законодательство, и в процессе оценки мы проверяем не только самоналичие информации, но и полноту, и актуальность, и какие форматы там. Например, неактуальная информация, ну, кому она нужна? За 8-й год, за 9-й год могут отчет выложить, за 16-й, 15-й не выкладывают отчет. Ну и, кстати говоря, какого рода информация обязательно к размещению? Например, планы деятельности органов власти, например, отчеты об их деятельности, сколько они денег потратили, сколько они планируют потратить, сведения о доходах чиновников тоже выкладываются. Это вообще отдельная тема, интересно очень смотреть на доходы чиновников, когда у руководящих должностей, там, ВАЗ-2105 и гараж в 1-й третьей доле, но зато уже он у них очень успешный гектар земли и дорогие машины, квартиры. После оценки мы не просто рассказываем людям, что мы это сделали. Мы звоним, пишем, стучим чиновникам, ответственным за эти сайты. И мы им предлагаем бесплатно их проконсультировать, чтобы их сайты соответствовали закону. А, например, в прошлом году около тысячи чиновников получили наши рекомендации. К каждому органу власти составляются индивидуальные рекомендации, которые они исполняют. И если они что-то исполнили, разместили информацию, они нам об этом пишут, и мы поднимаем, соответственно, оценку и, в конце концов, составляем рейтинг сайтов органов власти. Больше 300 чиновников очень активно с нами в прошлом году работали. И действительно мы видим, как в реальности изменяется сайт. Они размещают ту информацию, которую даже они, ну и не подозревали, что им нужно размещать. То есть мы в этом плане им помогаем. Но многие также и не отвечают на наши запросы, не выходят на связь. И я вижу основных два фактора, почему кто-то работает с нами, а кто-то не работает. Во-первых, это, наверное, квалификация специалистов, ответственных за сайт, и их желание, их амбиции сделать свою работу очень хорошо. Есть такие люди, которые вот просто жаждут, они спрашивают, да, ребят, давайте, консультируйте, как нам это сделать. И делают это. Второй фактор – это политическая воля. Когда руководители узнают, что их соседи, их конкуренты, органы власти, выше их в каком-то параметре, вообще в принципе, что вот сайт мне их лучше, они приказывают сделать все возможное, чтобы быть в лидерах рейтинга. Это тоже влияет на активность. Ну и третий фактор, он не такой значимый, но я о нем скажу, это деньги. Если мы посмотрим на портал закупок, сколько стоит содержание сайта и создание сайта, например, каких-нибудь федеральных министерств, можно просто с ума сойти, какие деньги они туда вкладывают и что там они сопровождают за такие деньги. А есть сайты каких-то вот поселков, небольших районов, которые на бесплатной платформе, которые, ну вообще там дизайна ноль, но зато законам не соответствует. Такие примеры есть. Ну, если говорить о самых таких богатых, то, наверное, это федеральные ведомства и наш ежегодный аудит федеральных органов власти. Мы провели последний раз в конце 2016 года, и лидеры оказались три ведомства. Это Министерство финансов, это Росавтодор и Министерство строительства и ЖКХ. У них, в принципе, хорошие сайты, они соответствуют закону и нормальный удобный дизайн. Что интересно, что замыкают у нас два ведомства, таких относительно силовых, это Росгвардия, новое ведомство, и служба внешней разведки, на которых, ну, в соответствии закону там очень мало. Кроме федеральных ведомств, мы проверяем и администрации всех регионов, правительства. Если мы говорим про правительство Кировской области, то в целом там очень неплохая ситуация. Хороший сайт, у нас 16 место он занял из 85. Информационная открытость у него на порядок выше, чем в среднем по России. Если в среднем по России там 50% у нас открытость, по нашей методике, то там 70%. К сожалению, их представители с нами не консультируются, хотя мы им подготовили более 60 рекомендаций. Было бы лучше место. Если мы поговорим о соседях Кировской области, то выше нее только Нижегородская и Вологодская области, а замыкают Республику Коми. Если кто-то, может быть, из соседних регионов хотели бы узнать место, я бы вам сказал. Соседние регионы Коми, да. Коми у нас... А, 55-ка, да, я уже сказал. А не соседние регионы у вас есть? Не соседние. Здесь нет, да, но на нашем сайте infometro.org, конечно, вы сможете. Я специально подготовил по соседям, чтобы не напрягать цифрами. Сами региональные администрации правительства, они, в принципе, у них неплохие сайты. Единственное, есть проблема у всех. Очень мало размещают такую обязательную информацию по закону, как информацию о проверках, которые они провели. То есть, они должны указать, какие проверки провели, что там произошло, какой результат. И о проверках, которые были проведены внешними органами в администрации. Например, прокуратуры, МВД. Это тоже обязательно указывается. Очень маленький процент, кто это делает, на самом деле. Они, многие даже об этом и не знают, что нужно это делать. Мой самый любимый аудит, это аудит крупных городов. Мы взяли города с населением более 100 тысяч человек, 166 городов. Киров здесь тоже неплохо смотрится. Это 22 место из 166. Открытость тоже очень высокая. Если будет интересно, зайдите на этот сайт. Он очень, в принципе, удобный по дизайну. Но у него есть один большой минус. Те правовые акты, которые администрация города должна размещать, они их размещают. Но в таком формате, что вы с ними не сможете никогда работать. То есть это сканированные документы, которые, представьте себе, 130 страниц текста, в нем нужно вам что-то найти или скопировать. А там просто скан документа. Его вы должны прочитать. Вы должны... То есть его нужно как-то распознать. Мы здесь чиновникам тоже проводим ликбез. Советуем какие-то бесплатные программки. Как можно, во-первых, распознать текст, как сделать так, чтобы людям то, что вы выкладывали, они смогли этим воспользоваться. Ну, а лидер, лидер город у нас в Сочи. Хороший сайт. Они активно с нами сотрудничали. Замыкает рейтинг городов. Почему-то два города, которые очень близко находятся к Москве. Это Долгопрудный и Коломна. Если мы поговорим о соседях, то выше Кирова стоят Ишкар-Ала, Вологда и Казань. А ниже, соответственно, остальные. Ижевск, Костромас, Сыктывкар, Нижний Новгород, 53-е место. Удивил Архангельск, 127-е место и 165 с шести. Вообще, сайты администрации городов, они больше, как сказать, мне больше нравится на них смотреть, потому что администрации близко, работают с населением ближе, как, наверное, никакие другие органы власти. Они решают повседневные проблемы. Об этих проблемах, кстати говоря, существуют во многих городах сервисы, очень удобные. Сервисы по мониторингу проблем граждан. Например, в Татарстане есть сервис «Народный контроль», где можно на карту, ткнуть на карту, указать, какая проблема беспокоит. Например, большая лужа, не убрали снег, машины стоят, неправильно паркуются, там, не знаю, яма. И эту проблему должны решить в течение 30 дней. В Тульской области, если не ошибаюсь, они даже снизили этот срок до 10 дней, по-моему. Мы насчитали больше 20 таких сервисов. Они очень удобные, мне кажется, и пользуются популярностью. Я также, я сам лично ими пользовался, будучи в Казани. И также мы проводили аудиты региональных парламентов. Это наши самые-самые любимые органы власти, потому что они делают все, много, и охотно идут с нами на контакт. Я не знаю, почему. Возможно, у них больше времени, чем у исполнительных органов власти. У них, возможно, нет дедлайнов каких-то. Но Кировская область заняла второе место. 97% открытости, законодательное собрание, очень хороший сайт. Вообще, в целом, все парламенты очень хорошо работают в плане своих сайтов. Например, в Кировской области вы можете обсудить законопроект на их форме. В Кировской области вы можете найти своего депутата по вашему местоположению. Можно посмотреть видеозаписи всех заседаний. То есть, очень-очень много интерактива. Можно действительно поучаствовать в законодательной деятельности. Ну, лидер там у нас Иркутская область. Они обогнали Киров немножко совсем и замыкают Мордовия и Ингушетия. Вообще, Кавказские республики у нас довольно часто внизу рейтинга почему-то не выходит в основном на связь. Но за редким исключением, например, недавно у нас Чеченская республика очень хорошо поработали мы с ней. Они улучшили свой сайт. Теперь он, можно сказать, в большей степени соответствует закону. Это радует. Потому что, когда один орган власти в регионе выделяется лучшую сторону, за ним, соответственно, потянутся и другие. И кроме исполнительной и законодательной власти, мы судебную власть тоже оцениваем. Это самый-самый объемный наш аудит. Больше двух тысяч сайтов. Районные суды, областные суды, все инстанции. Все проверим. Они также обязаны размещать информацию. Если кто-то из вас заходил на сайт суда, то, наверное, только для того, чтобы узнать какую-то информацию о своем судебном заседании. Там у них специальный сервис есть. Они должны указывать место, время. Это мы тоже проверяли. И это указывают не все. Мы им там звонили, спрашивали, почему вы не указываете, когда будет место и время судебного заседания. Нам отвечали. У нас один судья, у него два дела в день. У нас все в одном кабинете. Зачем нам это? Мы говорим, ну, это же надо. Это же закон. Но сейчас мы немножко отошли в сторону от вот этих вещей непосредственно для человека на сайте суда, если так можно выразить. Мы оцениваем судебную статистику, которую они выкладывают в отчет. Почему мы это делаем? Казалось бы, она никому не нужна. Никто не будет искать отчет, сколько преступлений там было совершено и вообще какие решения выдвигались. Но эта информация очень в перспективе важна. То есть представьте себе, что можно сделать сервис, карту, который будет отображать ситуацию с преступлениями в каждом районе, в каждом регионе. Она будет актуальна и будет обновляться. И таким образом даже люди, которые выбирают себе недвижимость, они смогут увидеть, в каком районе им лучше жить, где меньше преступлений, где что происходит. Такие случаи, когда информация органов власти становится основой для приложений и сервисов, сейчас уже в России очень много. Уже несколько лет в России была принята правительством концепция открытых данных, так называемых. Открытые данные отличаются от простой информации на сайте тем, что эта информация в специальном формате для создания приложений. В ваших смартфонах уже сейчас, я уверен, что есть приложения, где участвуют государственные открытые данные. Например, Яндекс.Карты, навигаторы, там сервисы по местоположению автобусов, всевозможные точки Wi-Fi. Это все берется из открытых данных государственной власти. Вы можете их найти, ну, сами наборы открытых данных, наверное, вряд ли вам будут интересны, они специальные файлы в форматах там CSV, XML, но те приложения, на которых основываются данные, можно найти на, например, порталах открытых данных Москвы, Санкт-Петербурга, в Пермском крае, в Казани есть, и Вологде, если не ошибаюсь. Мы считаем, я считаю, что это перспективное направление в области информационной открытости, оно будет развиваться просто потому, что есть запрос от бизнеса. Когда в какую-то сферу входят деньги, соответственно, это будет увеличиваться спрос на такие данные. И еще одно направление, которое я считаю, будет в будущем развиваться в области открытости, это информационная открытость не только органов власти, а открытость частных коммерческих компаний, даже частных лиц нас с вами и бюджетных организаций. То есть, ну, например, за последние восемь лет у нас появились столько правовых актов, которые обязывают размещать информацию школ, больниц, конкретный перечень информации, управляющие компании все, ТСЖ из частных управляющих финансовых компаний, акционерные общества. Даже вот мы с вами, если являемся владельцем сайта, мы обязаны по закону об информации указать там две вещи. Первое, это свое наименование, ФИО, и почтовый адрес, куда можно направлять претензии. И второе, это сейчас нововведение по поводу персональных данных. Это должна быть политика конфиденциальности. И за это штрафуют. Например, вот застройщики, они обязаны фотографировать каждый месяц ход строительства дома с января 2017 года и там иную информацию, документацию. И если какой-то пункт из этого не выполнен, то там штрафы вообще какие-то нереальные. Там, по-моему, 300 тысяч штраф для этих застройщиков. я видел в судебной практике, что школы штрафовались там на 5-10 тысяч рублей за непредоставление информации. А у них там огромный перечень, который они должны выставлять для родителей сайта. Были такие случаи, уже не судебная практика по этому поводу. И вот это второе направление, куда, я думаю, будет развиваться информационная открытость. А в целом я бы назвал информационную открытость в интернете как очень медленно-медленно ползущую вперед, потому что никаких пока импульсов политической воли сверху нету, как бы, например, было при медведе, когда там инновации и все такое. Но закон есть, и его как бы еще исполняют. То есть инерция идет, мы надеемся, что это, конечно, будет развиваться. У меня все. Можно еще раз повторить? Еще раз повторить сюда вопрос. Все-таки можете назвать по вашему мнению сразу главный, почему в каких-то регионах на самом области все окей, а в каких-то не окей? То есть это зависит от того, сколько денег будет калица, какой там чиновник и так далее. То есть почему где-то окей, где-то все много. Да, как я уже говорил, основные факторы, на мой взгляд, это политическая воля и желание самого работника, желание и квалификация самого работника ответственного за сайт. Сами деньги, по большому счету, они влияют на дизайн сайта, они влияют на вот какие-то такие вещи, которые к закону мало относятся. Вот вот эти то есть вещи, которые ближе именно к людям, к желанию, к возможности выделиться. У нас, например, чиновники просят у нас сертификаты, мы им делаем дипломчики, мы им отправляем их и даже видели в их кабинетах эти дипломчики. Это очень приятно и им приятно и нам приятно. А по разному примеру, есть какой-нибудь, не знаю, где-нибудь в Томске чиновник, который включается сайт законодательно собрали дом с гробом и он делает свою работу критификой. И вот вы к примеру звоните, и вы пишите, у вас там не совместают сразу тысячи, четыре, пять. Каким образом, как обычно происходит ваше общение? Они говорят и интересом, или они говорят ой-ой-ой, сейчас мы все поправим. То есть как градация будет? Обычно, если сказать такую общую статистику, я не могу сказать точные цифры, но по ощущениям, что примерно одна треть чиновников активно увлекается в процесс. Еще одна треть вообще ни на что не реагирует. Ни на звонки, ни на факсы, ни на электронные письма. И еще одна треть это постоянная борьба, где нужно пинать, напоминать о себе. Если говорить о самом процессе, то они регистрируются в нашей системе на сайте infometer.org и в этой системе они видят рекомендации персонально для их органов власти. Они отвечают на эту рекомендацию и говорят, допустим, мы не согласны, мы им объясняем, что так-то так. Или же они что-то изменяют на сайте, об этом пишут нам, отвечают, комментарии. По-моему, за прошлый год больше 10 тысяч пришло от них комментарии по поводу нашей рекомендации. То есть выполнено, разместили, они дают нам ссылочку. Мы проверяем эту ссылку, если что-то не добито, мы говорим, вот сделайте это, пожалуйста, и тогда рейтинг вообще будет высокий у вас. Они размещают, все размещено, вот так происходит процесс. Еще один вопрос есть? По вашему ощущению разницы подвыкности о плате достании информации нет, к примеру, органы в госпласти, чиновники, правительства, госсовет, участвуют, поднести или субстан суда. где больше зажимают информацию, особенно правовые и перегрессивные органы, где нет? Да, есть разница, очень чувствуется это. Мы также проводили аудиты правоохранительных органов, прокуратуры, следственных комитетов, управлений по регионам, следственных комитетов. Там, конечно, процент выхода с нами на связь очень маленький. Вообще даже не реагируют, то есть зачем это надо нам и с ними работать тяжелее. Ну, силовики есть силовики. Какой вопрос. Какой я тут сижу, наверное, чтение такое. Светочек, впечатление такое. Мы масло взбиваем в дверях допустим, да, топчемся. спрашиваемся для чего. У нас сколько раз произведено слово закон. Пусть закон сейчас, можно, если кто-то что-то понимает в жизни, о чем нужно, чтобы все получать какое-то отвлечение или имитация чего-либо, чего-либо. Вот это меня на первую впечатление такое. Я понимаю, что там можно брожок, что-то они в любом не нет. Мы единами занимаемся. про них или про них про про что-то про про допустим, этой деятельности. Вы про чиновников про ребят про ребят? Ну, ребята, дайте информацию привести для нас, как вам надо, все такое. То есть, мы на любом уровне можем утереться и все, и утереться, называется. Да, поэтому мы не раз, мы не раз утереться. И получаем сложность у нас. Так, надеюсь, я правильно понял вопрос, постараюсь ответить, да. Ну, да, действительно, это сложный процесс, который требует настойчивости. И у меня тоже возникает вопрос, почему есть закон, который принят в Государственной Думе, где сидят не последние люди, да, и на местах его не знают, не видят, или говорят, ой, да ладно вам, федеральный закон, ну ладно. Ну, мы стараемся их убеждать именно словами. Мы не идем в суды и там, в прокуратуру, потому что не то, чтобы мы не верим в это. Я считаю, прокурорские механизмы, они работают. Например, можно обратиться в прокуратуру, указать, что на сайте нет там такой-то информации. Который проверяет, высылает им предписание, разместить информацию. И здесь у нас по закону, если это предписание не выполняется, и там, по-моему, я из-за этого штрафа не помню сколько точно, он что-то вроде там от 5 до 10 тысяч за невыполнение предписания. Вот только так. Больше мы можем повлиять только как-то через политическую волю, чем реально заставить их указывать информацию. Вот какими инструментами мы можем, вот такими и добиваемся от них. А вот то, что вы говорите, мы, ну, как бы взбиваем масло, да, но может так показаться, но когда мы ощущаем, что мы поговорили с чиновником, он что-то сделал на сайте, и я себе представляю, что какой-то другой человек зайдет на сайт, и вот ему нужно будет узнать электронный адрес почты, который по закону обязаны они размещать, чтобы им написать можно было жалобу. А его не было там на сайте, а благодаря нашей работе он появился на сайте. Хоть какое-никакое, но утешение. Спасибо.